Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Arun Capital». И с нами сегодня аналитик компании Arun Capital Владислав Воробьев. Владислав, приветствуем вас! Здравствуйте, друзья! Всем, как обычно, традиционно доброе утро, день, вечер. Рад вас всех видеть на нашем сегодняшнем мероприятии. Вторник наступил, это случилось, 23 число, 11 уже даже не 00, но зато мы столько интересных вещей обсудили в начале нашего мероприятия. Давайте действительно вернемся к тому, о чем мы говорим, как делать деньги из воздуха, а точнее новые деньги из своих денег. Итак, друзья, что касается нашего общения, как всегда, начинаем с Arun Capital, вспомним, что это международный брокер с лицензией от CSEC под номером 323.17. Также напоминаю, что торговля с Arun Capital 100% на e-book. Все ваши сделки всегда перекрываются на реальных рынках. Также, торгуя с нами, вас ждет целый ряд преимуществ. Это исполнение ордеров по лучшим ценам и максимально возможные узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса. И, конечно же, самое важное в нашей жизни – это отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Также напоминаю, что мы с вами по-прежнему все, что обсуждаем, это исключительно прогноз. Я делюсь своей точкой зрения о рынке, рассказываю, что делаю сам, чего не делаю, как торгую, как не торгую. В общем, играю с открытыми картами. Доходность в прошлом при этом, конечно же, не гарантирует доходности в будущем, а решение на ваших торговых счетах всегда должно оставаться только за вами, кто бы что вам не говорил. Ну, это, в целом случае, логично и правильно, поскольку так действуют успешные трейдеры. Также напоминаю, что в работе у нас с вами есть математический анализ. Ну, во-первых, 30-минутный таймфрейм – это наш рабочий интервал графика. Присутствуют две скользящих – экспоненциальная с периодом 12 и экспоненциальная с периодом 48, взаимные точки пересечения которых продолжают давать нам сигналы на покупку и на продажу. 12-я пересекает 48-ю сверху вниз продажи, снизу – вверх покупки. Индикаторы MACD с классическими параметрами 12, 26, 9 ищем дивергенции. На вершине рынка, например, в левой части графика, а на дне рынка в центральной части графика. Ну и краешком глаза смотрим за пересечением нулевой линии индикатором MACD, что является собой классический сигнал смены направления тенденции. Также напоминаю, что у нас с вами графический анализ – это основное уровни линии тренды, в том числе и FIBA уровни, которые мы прикладываем на законченные трендовые движения с целью найти коррекцию. Также напоминаю, что мы ищем фигуры, треугольники, кратные вершины и основания, вымпелы, флаги, линия ромбы, прямоугольники, головы и плечи, кастрюля ниже блюдца и тому подобное. И ценовые каналы – самые частые гости на графиках, тоже попадаются регулярно и дают хорошие ориентиры для входа и для выхода из рынка. Что касается, друзья, новостного фона, ну, скажем так, что-то начало появляться в календаре, но по-прежнему он такой о себе. В 18.30, конечно же, выступление главы Банка Англии Марка Карния, вот, ну, послушаем в очередной раз, что он думает по поводу британского фунта. Вот, будьте более внимательны, фунт может быть более волатилен в это время, в общем, проявите осторожность. Также, друзья, в 23.30 отчет Американского нефтяного института о фишке по запасам нефти за прошлую неделю. Здесь тоже будьте более внимательны и осторожны, хотя, опять же, я каких-то сильных колебаний не жду. Ну, предыдущие данные вызвали рост краткосрочный Brent, а что-то около 15 центов в моменте. Ну, данные, как вы помните, вышли ужасные, минус 2,1 миллиона, вот, при прошлых данных, по-моему, плюс 7 с копейками. То есть, ну, так, так себе. То есть, в отрицательную зону ушли, ничего хорошего в этом не было, нефть чуть подросла, но все это глобально не очень отразилось на ходе торгов. Также, я думаю, может быть и сегодня, просто проявите осторожность, если торгуете в полдвенадцатого. Ну, а теперь давайте начинать, как всегда, наш классический торговый набор. А дальше у нас с вами криптовалюты в середине мероприятия и в конце инструменты по вашим заявкам. Итак, начинаем с евро-доллара. Вот, собственно говоря, какая картина. Отыграли мы весь рост, который был, отправились вниз. На текущем этапе не совсем понятно, что нас дальше ждет. Я так присматривался ко всему этому, фигур каких-то новых особо не заметил. Есть подозрения, что будем подрастать, но это пока что, опять же, на уровне подозрений. Я никак это доказать не смогу и пока что тоже к графику внимательно присматриваюсь. По скользящим продажам, по MSED тоже продажа. То есть о покупках, как видите, говорить еще очень и очень рано, а фигур просто новых не появлялось. Такие вот дела. Британский фунт. Тоже, собственно говоря, начал расти, но падение вчерашнее не отыграло. Как видите, мы весьма сурово снижались. Можно даже сказать, что у нас тут некое подобие тренда начинает формироваться. И на текущем этапе, отметив очередные минимумы, попробовав на зуб отметку 29.40, мы чуть-чуть растем. Краткосрочно, скорее всего, рост продлится. В рамках же нашей аналитики я не вижу здесь каких-то вменяемых точек входа и мест для принятия торговых решений. Поэтому, как по мне, остаемся вне рынка и просто мониторим данную ситуацию. По скользящим продажам, по MSED тоже продажам. Такие дела. Далее, друзья, доллар-франк. Что можно сказать про этого красавца? На текущем этапе продолжает топтаться на месте. Кто вчера закрылся, я считаю, вы поступили мудро, закрыв покупки. Кто закрылся или планирует закрыться сегодня, я по-прежнему настаиваю, чтобы вы фиксировали результат. Подозреваю, что паритета мы не достигнем, особенно если евро начнет расти. Но, в целом случае, не прямо с первой попытки. И можем получить коррекцию, которая грозит съесть всю нашу прибыль. Поэтому, кто покупал, еще раз повторю вчерашние свои слова. Зафиксируйтесь и выдохните. И спокойно уже ждите, что будет дальше. Я подозреваю, что можем снизиться, ну, опять же, вслед за растущим евро. Тоже график доллар-франка пойдет вниз. И можем с первого раза единичку не попробовать. Далее, друзья, доллар-иена. Что сказать про нее? На текущем этапе картинка вот такая. Вчера обновляли максимумы. Делали это весьма уверенно. И я уже, знаете, если честно, так обрадовался. Думаю, о, вот она наша прибыль. Но так просто не бывает. Это же доллар-иена. В итоге мы опять в коррекции. Скользящие бы сиди дали продажи. Ну, а посмотрим, с чем это все закончится. Сейчас треть результата плавает в плюсе. Вчера мы уже видели две трети в плюсе. Но остается лишь ждать. Если кто-то вчера закрылся, не вытерпев, вы свой результат уже получили. Если до сих пор в рынке, только ждать, что будет дальше. Цели и стопы остаются на том же месте. Потенциальный профит там же. Золото, друзья. Ну, вот что касается золота. Обновляем тут все локальные максимумы, которые только могли быть. Последние полтора часа были весьма ударными. Но я подозреваю, что здесь в районе 1232 мы можем столкнуться с неким сопротивлением. Здесь все-таки локальные максимумы как раз и находятся. Прошлые недели. И на пути к 1248 у нас может быть несколько препятствий. Ну, в частности, первое находится вот здесь. Между отметкой 1232 и 1233. Где-то так. То есть там доллар диапазон между вот этим пиком и вот этим. Что касается наших сделок. Если вы в покупках, ждем-с. Хотя, понятное дело, что, ну, тут такое. Ждать можно и ждать. Если вы до сих пор не закрылись, ждите. Вполне возможно, 1248 не за горами. Если вы вне рынка, ну, на текущем этапе особо смысла торговать я не вижу. По МСД покупки по скользящим тоже, в принципе, покупки. Вот такая вот история с золотом. Далее, друзья, следующий наш с вами герой – серебро. Ну, понятно, что вслед за золотом утянуло. Но у нас сделок не было и не будет. Но, во всяком случае, сегодня. Сигналов к этому не наблюдается. Скользящие переплетены. МСД тоже жмется к нулевой линии. То сверху, то снизу. Я лично ничего вменяемого здесь не вижу. Поэтому серебро мимо проходит, золото, как по мне, интереснее. Итак, друзья, фанда. Что касается фанды. Ну, добро пожаловать снова в эру снижения. Как видите, и Dow, и S&P, и Евросток, и Nikkei, ну, пока не видите, но увидите. Все идет вниз. Как я напомню вам, у нас так и не было открыто покупок. То есть мы просто следили за тем, достигнем ли мы 26.90 или не достигнем. В итоге по ходу пьесы формировались треугольники. Последние два пробивались вниз. И всеми силами отрабатываются. Как бы то ни было, даже если покупки у вас были, вы уже со стопом. То есть по-любому он должен был сработать, и сделка уже закрыта. Если же у вас сделок не было, я скажу вам то же самое, что и всегда. Смотрите за тем, что происходит внимательно на индексах. Но пока что вне рынка. Особо новых фигур здесь нет. Ну, последнее, что образовывалось, это вот этот треугольник. Ну, я думаю, все видели. Вот, он уже пробился и по факту почти отработался. Поэтому там особо уже ловить нечего. А так, скользящие в продажах и мы сидим в продажах. Такое. Не особо. Далее, друзья. S&P. Что можно сказать про S&P? Все то же самое. Тот же треугольник, тот же пробой, те же движения вниз и тот же стоп, если были покупки. Про цель 2858 пока предлагаю забыть. Вряд ли. Маловероятно. И сегодня снижение. И, скорее всего, оно продолжится. Куда и в каких масштабах, не совсем ясно. Но тренд здесь есть. Мы явно падаем. По МСД продажи, по скользящим продажам. Евросток, друзья. Вот вам и открытие. Здравствуйте. Называется. Доброе утро. В ГЭПе пробили канал. И на текущем этапе поздно входить на продажу. О покупках речи быть не может. Вчера я подозревал, что мы можем добраться до верхней границы канала. Но этого не случилось. ГЭП мы перекрыли. И в итоге продолжили падать в сторону ГЭПа. Сегодня все усугубляется. Новые минимумы со всеми вытекающими последствиями. Я сильно сомневаюсь, что кто-то из вас успел вчера продать. Поэтому, скорее всего, вне рынка оставались. И вот это тоже пропустили. По объективным причинам. Сегодня, конечно, если сделок нет, не торгуем. Если у кого-то есть продажи, можно держать и измерить ширину канала, приложив ее в точку пробоя. Далее. Никей. Та же самая история. Тоже обновление минимумов. И тот же, та же отсутствующая отработка треугольника пока что. Ну, как вы помните, мы его в одну сторону не отработали, потом во вторую. И сейчас пытаемся опять в ту же сторону первого пробоя. Понятно, что здесь уже статистику считать бесполезно. Этот треугольник явно у нас отходит в неудачные проценты. То есть здесь не получилось такого, что пробой вниз сложный. Мы отработали наверх. 23,250 мы так и не увидели. Напомню, что наши муки с Никеем закончились единственным стопом на отметке 22,595. И после этого мы не торговали. Что и будем делать сейчас. Торговать тоже не будем. Будем смотреть за происходящим. По скользящим продажам, по МСВ продажам. Такие дела. Далее. Нефть. Нефть продолжает, знаете, так робко обновлять минимумы. Ну, попробую 78,50. Раз отыграли. Вот сегодня опять попробуем 78,50. Ну, может, чуть ниже спустимся. Такая она неуверенная, нерешительная. В общем, в целом прогноз остается нисходящим. Но обратите внимание, что темпы этих снижений, они явно ни о чем. То есть все это очень медленно и плавно. У меня по нефти сделок как не было, так и нет. И я тоже продолжаю за этим наблюдать весьма настороженно. Здесь только, знаете, рай для тех, кто торгует ультракраткосрочно. То есть там 5-минутный график и вперед поехали. На получасовке здесь делать просто ничего. Ну и природный газ, который решил, судя по всему, жить выше верхней границы канала и никуда не ходить. На текущем этапе мы не особо куда-то продвигаемся, топчемся на месте. И результат пока что нулевой у нас с вами. То есть нечего здесь делать и торговать здесь тоже негде. Как по мне, ситуация далека вообще от идеала. Торговать здесь не стоит. И тоже газ в слабые интересы. Скользящие переплетенные, мы сидим прижат к нулевой линии. Канал так и не отработался. И все это весьма печально. Далее, друзья, крипта. Ну, если вы думаете, что я вам что-то хорошее расскажу, нет, не расскажу. Итак, биткоин, живущий на отметке 6,575. Никто никуда не продвигается. Движения очень вялые. Скользящие вообще не успевают куда-то сходить. Как постоянно мы получаем противоположное пересечение. Абсолютно все не так, как хотелось бы. Торговать негде. Сигналов нет. И мы сидим прижался к нулевой линии. Фигур вообще не наблюдается. Хух. Высказался. Старался без грубых слов. Хотя уже биткоин не хочется сказать что-нибудь покрепче. На текущем этапе торговать здесь просто негде. Только смотреть. И то сигналов в ближайшее время, как я вижу, не ожидается. Но в любой момент может произойти что-то в духе вот этого безудержного роста, когда не совсем будет понятно, что со всем этим делать. Далее, друзья, биткоин кэш. Что касается биткоин кэша, на текущем этапе он недалеко ушел от биткоина. Сигналов нет, скользящие переплетены, и мы сидим прижат к нулевой линии. Фигур тоже нет. Торговать в таких условиях себе дороже. То есть, как бы советовать вам здесь что-то, зачем? Потому что у самого нет уверенности, куда мы дальше отправимся. Просто ждать и смотреть. Эфир. Что можно сказать про эфир? Ну, опять же, если вы думаете, что что-то хорошее, нет. Я бы с радостью, поверьте. Было бы что сказать, я бы рассказал. Но, глядя на все на это, выглядит все это очень печально. Никто не особо никуда не продвигается. Скользящие тоже у нас, по большому счету, сигналов не дают. Хотя противоположного пересечения пока не было. То есть, краткосрочно можно сказать, что здесь какие-то тенденции к продажам. Да и мы сидим ниже нулевой линии. Но, по факту, торговать здесь смысла вообще не готово. Далее, Ripple. Что можно сказать про Ripple? Помер Ripple, как вчера и говорил. Ну, сами посмотрите, какие движения. То есть, все очень сильно замедлилось. Судя по всему, объемы торгов очень сильно уменьшились. И мы стоим на отметке, грубо говоря, в 46 центов. Никто никуда при этом не продвигается. Скользящие переплетенные MACD не видно. Носа на улицу не показывает. Торговать смысла никакого. Просто ждем, смотрим и ничего не делаем. Далее, друзья, Litecoin. Что можно сказать про Litecoin? На текущем этапе выглядит вот так. Опять же, та же самая история. Мы чуть снижаемся. То есть, действительно, какие-то сигналы по скользящему и по MACD есть. Но в масштабах, конечно, ценовых, чтобы вы понимали, здесь сверху 54 доллара, а здесь внизу 53. То есть, как бы, выглядит так, что движение есть, но в итоге это всего лишь доллар на графике. Я не вижу здесь тоже возможности для меняемой торговли. Если у вас какие-то идеи есть, на здоровье реализуйте. Но, опять же, без меня. Говорить здесь тоже не о чем и торговать здесь нечего. Dash, друзья. Вот тот самый канал, который вчера обсуждали. И от нижней границы все-таки, судя по всему, идем к верхней. Отметка 159. Сегодня как-то не странно уже средняя линия, поэтому купить поздно. Кто вчера действовал в рамках канала, можно было покупать от нижней границы, если вы еще заметили. Если же, собственно говоря, были вне рынка, то на текущем этапе остаемся там же и не торгуем. Просто ждем, смотрим. Если доберемся до 159, вполне возможно будем продавать. Но, опять же, не факт. Надо будет смотреть по факту, как тут будут развиваться события. Далее, друзья, Monero. Monero потихонечку растет. Меня это радует, опять же, не с точки зрения трейдинга, а с точки зрения портфеля. Вот 108.60. Но, опять же, нельзя сказать, что какой-то прямо бурный рост, все прекрасно стало кедр. А просто чуть подросли, но в целом это все равно боковик. Скользящие переплетаются, правда, сейчас вышли в покупки, и скользящие мы сидим. Фигур как не было, так и нет. Смотреть по-прежнему не на что, и торговать по-прежнему тоже негде. Далее, друзья. Инструменты по вашим заявкам. Ну, давайте посмотрим. Итак, австралиец. Вместо того, чтобы прийти вчера к верхней границе канала, мы вчера общались около средней линии, а прямо оттуда развернулся, пробил, и вот сегодня тестят с обратной стороны. Я не думаю, что кто-то из вас успел продать. Если успели, ширину канала в точку пробоя ждите. Если не успели, ну, глядя на этот откат, я думаю, мало кто уже сегодня и будет продавать. Вот, вчера продаж мы так и не дождались, верхней границы не достигли. Скользящий мы сиди канал, сегодня все в продаже. Посмотрим, что из этого выйдет. Я, опять же, каких-то больших надежд австралиец не возлагаю. Новозеландец. Что касается новозеландца, история примерно та же. Я здесь начал замечать нечто похожее на горизонтальный канал. По-моему, я уже об этом рассказывал. Ну, если нет, сейчас поговорим. Вот так эта история выглядит. То есть, опять же, никто никуда не двигается. И сейчас мы тоже по центру, грубо говоря, диапазона стоим. Можем прийти в район 65-90. Опять же, с практической точки зрения, все это бессмысленно и беспощадно. Торговать здесь резона никакого нет. Только смотреть. Если уж торговать, то дожидаться границы и работать от нее. Никак иначе. По MACD продажи, по скользящим продажам. Далее. Канадец. Канадец в боковике. Никто никуда не продвигается. Смотреть по-прежнему не на что. Но радует то, что хоть рост прекратился. Отсюда логично, конечно, будет ждать какую-то хотя бы коррекцию на все восходящее движение, что было. Но пока что какие масштабы и куда конкретно, ясно не совсем. Как по мне, торговать здесь резона тоже я лично не вижу. Буду смотреть пока что. Ждать каких-то более-менее понятных сигналов. Может быть, здесь треугольник формируется. Вот. Подождем. Может, пробьется. Может, это просто боковой канал. Пока уверенности лично у меня нет. Но подозреваю, что продажи будут. И заработать здесь можно будет. Поэтому в ближайшие дни будем смотреть, как себя канадец поведет. Не поведается ли он туда обновлять максимумы. Вот. По МСД продажа по скользящим смотреть не на что. Хотя и МСД тоже прижался к нулевой линии. Так что сигнал тоже достаточно поверхностный. Евроканадец, друзья. Что сказать про него? На текущем этапе просто ждем, что будет дальше. Скорректировались после безудержного роста. Вчерашняя попытка вырасти ни к чему не привела. Флага так и не получилось. И мы улетели вниз. Ну, опять же, скажем спасибо евро за это. Это все благодаря этой валютной паре. Евро-доллар мы скатились. Что будет сегодня, пока не совсем ясно. По, собственно говоря, МСД у нас продажи продолжаются. По скользящим тоже. Поэтому поживем, увидим. Пока что смотрим внимательно. Мексиканские Песа. Обновил максимумы. Кто пытался покупать, друзья, вчера у вас должен быть уже профит. Но я вас хочу кое о чем предупредить. Обратите внимание, что уже пробой нижней границы канала. Таким образом мы можем очень быстро и легко улететь вниз. Поэтому все из вас, кто вчера купил, у вас плюс есть. И я вам рекомендую его зафиксировать, учитывая свежие обстоятельства на рынке, чтобы в итоге не уйти к стопу, который должен стоять ниже нижней границы канала. Продавать ли сейчас или нет, дело ваше. Если честно, как по мне, вот это уже слабо похоже на нормальный канал. Мы три раза подряд не достигли верхней границы и вдруг пробой. То есть я не думаю, что мы прямо пойдем отрабатывать ширину канала, но то, что может продолжиться нисходящее движение, практически уверен. Поэтому если профит по покупкам был, рекомендую его зафиксить, а вот новые продажи открывать не рекомендую. По скользящим по МСД пока что покупки, это только графика нам уже успела дать сигнал. Далее, друзья, турецкая лира. Я все время забывал поставить потенциальную прибыль, которая здесь должна была быть. В итоге, видите, надумал ставить, только когда уже цель выполнили. В итоге, друзья, канал не только кормил многих из нас на протяжении всего снижения, но и за три дня прекрасно, ну без учета выходных, прекрасно отработал свою ширину. Я вас поздравляю с заслуженным результатом. Кто покупал, все закрываем. 5,78 практически выполнили один в один, а 5,52 стоп не сработал. Все большие молодцы, до 400 долларов заработали. Турецкая лира, спасибо тебе за то, что ты есть. Хотели когда-то от нее отказаться. Судя по всему, момент привыкания к инструменту прошел и начались какие-то более техничные движения на самом инструменте. Он стал более понятен так уже на взгляд и для анализа. По скользящим по МСД, кстати, покупке фигур новых нет. Итак, друзья, российский рубль. Вчера обновил минимумы, а это значит, что фиба уровни надо удалять. Я буду героически дожидаться стоп-лосса. Кто со мной, друзья, будем с вами дожидаться его вместе. То есть я ничего уже не вижу смысла удалять, закрывать. Очень, ну, это бесполезно. Единственное, что по правилам фиба уже не актуальны. Поэтому кто ждет там коррекцию на 38,2% хотя бы, это немножко уже против правил. Здесь надо прикладывать новые фиба уровни, минимум был обновлен. А вот я же останусь в рынке, посмотрю, что из этого выйдет. И если вдруг откат случится, где-то по ходу пьесы буду закрываться. А если не случится, значит, получу стоп-лосс и на этом все закончится. Вот такая вот, друзья, почти трехнедельная эпопея по российскому рублю. А в итоге грозит все это закончиться весьма бесславно. По МСД, кстати, продажи и по скользящим тоже. И, друзья, индекс доллара, который вчера не сделал никакой головы с плечами. Наоборот, старательно рос на протяжении всего времени вслед за падением евро. А вот сегодня пытается скорректироваться. Но голова с плечами не вышла. Посмотрим, получится ли двойная вершина или хотя бы горизонтальный канал. А если у кого-то из вас были мысли с утра о продажах, попытаться можно с целью достижения нижней границы. Но формально, это на самом деле формально как раз таки, ну, канал плюс-минус вот так может выглядеть. В терминале можете нарисовать красивее, но идея ясна. Стоп-лосс, стейк-профит, все понятно. Назад. Вот такая вот штука. Поэтому подумайте с индексом доллара, кто им торгует. Вполне вероятно, ваш звездный час может вот-вот прийти. Вчера, собственно говоря, после пробоя линии шеи мы мгновенно вылетели наверх. Буквально это все происходило, кстати, пока мы с вами общались. То есть вот как раз две получасовочки нарисовались и вывели нас уже за пределы пробоя. И все, и после этого мы продолжали расти. Поэтому голова с плечами здесь не удалась, со всеми вытекающими последствиями. Ну что, давайте подводить итоги. Как всегда, напомню, что информация, которую мы рассматриваем, продолжает носить прогнозный характер. Ни в коем случае не является рекомендацией купли или продаж финансовых активов. А доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что я продолжаю делиться с вами своей точкой зрения исключительно и рассказываю, как поступаю в саду. Также напоминаю, что на сайте ruarumcapital.eu вы можете зарегистрироваться, открыть свой счет, пополнить его и приступать к торговле уже сегодня. Вся детальная информация на сайте, регламент, условия и многие-многие другие вещи вы легко сможете обнаружить по ссылке в правом верхнем углу слайда. В завершении же нашей встречи я с вами не прощаюсь и обращаю ваше внимание, что встретимся мы в понедельник. Да, вот такой вот сюрприз 29 числа это случится, вот уже в конце месяца. Надеюсь, вы как-то переживете наше отсутствие. Ну, чем дольше будет разлука, тем приятнее будет встреча. Если у вас остались какие-то вопросы, я жду в чате. Если все было понятно, то, в принципе, будем на текущем этапе подводить итоги. Спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор. А я хочу попросить вас включить живой график золота в моменте, если это возможно, и обсудить эту тему более подробно прямо сейчас в актуальном, скажем так, режиме, поскольку оно 14 долларов уже сегодня показало роста. И, конечно, ключевая, так сказать, тема для всех это продолжать покупать или, может быть, уже разворачиваться. Вот, поэтому, естественно... Становиться. Да, да, думаться, передышку взять, скорректироваться. Вот, ну, просто последние 4 часа это какое-то безумие творится. А, уже 235, понятно. Максимум обновление... Не, не, никуда, ничего не продолжать, ждать 1248. Сейчас попробую. Я понял вас. Сейчас, секунду. Заблудился. Угу. То есть вы остаетесь в железной, так сказать, убежденности. Да, да. Ну, мы пробили все значимое, что могли пробить. Плюс у меня были мысли с треугольником на золоте. Пока что все подтверждается в том направлении, куда и должно. Поэтому, если терпения хватит, ждите. Ну, оно плюс-минус совпадает. 245 по треугольнику. И в рамках того вымпела, который мы находили, ну, этот полувымпел, полуфлаг. А вот это 248. А, нет, стоп, 258 получилось. А, это я пожадничал, извиняюсь. Я древко померил не так, как надо. Супрюшу-то. Нет, 258 я тоже не против. Борислав, ну, вот скажите нам честно. Вы сами как будете действовать по золоту после окончания передачи? Будете внимательно на него смотреть? Да, да, конечно. Как всегда. Да, вы сейчас уедете в отпуск, я чувствую, до понедельника. Ни на что вы смотреть не будете. Ну, а это, да, это такой рабочий отпуск, назовем его. Да, хорошо. Ну, то есть брать, вот посмотрите нам в глаза и честно скажите, брать сейчас будете или нет? Нет, сейчас поздно. Поздно, да? Конечно. А вот достоять до 200, до сколько там, 48, нет, до 45? Ну, 200. Ну, почему не взять, а не достоять? Я не уговариваю, я просто интересно. Нет, просто при вот таких вертикальных движениях неизбежен откат. Вот, и покупать сейчас на хаях, просто, ну, это нелогичное действие. Поэтому, если рассматривать покупки, то хотя бы дождаться какой-то коррекции. Просто смысла нет никакого заходить прямо сейчас, когда мы, это называется впрыгивание в уходящий парооз. Ага, то есть риск выше, чем плана. Да, естественно. Ясненько. Понял вас, Владислав. Спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии по золоту. Вам хорошего дня и удачи сегодня. Спасибо большое, Игорь, вам за теплые пожелания. Всем, друзья, тоже больших профитов, да побольше. Вот, совсем скоро увидимся. Хорошей торговли и хорошего окончания недели в том числе. Спасибо. До свидания. До свидания.